В ближайшие часы уровень воды уже и без того подтопленных Хабаровский и Комсомольский на Амуре может подняться минимум на 10 сантиметров. Это прогноз спасателей и метеорологов. Звучит странно и нелепо, но для них это хорошая новость. Эти молодые люди вместо того, чтобы спасать свои дома, вещи, уже неделю не выходят из леса. Не сомневаясь, этот дождь принесет им настоящее богатство. Пока все заняты наводнением, нелегальные копатели добывают, а по сути воруют небывалые объемы золота. Дело в том, что большая вода, размывая грунт, поднимает самородки на поверхность. Роман Игонин в этой дальней командировке сам едва не подхватил золотую лихорадку. Ноги ввязнут в грязи, с каждым шагом идти все труднее. Петр и Максим уже 12 часов в пути. Еще неделю назад, говорят друзья, здесь можно было только проплыть. Из-за сильных ливней уровень воды в таежных речках поднялся на несколько метров. Отправляясь в чащу, друзья сильно рисковали. Если что случится, помощи ждать неоткуда. Но смертельная опасность, которой они себя подвергли, уверены молодые люди, вполне оправдана. Ведь они приехали в тайгу за золотом. Сильнейший за всю историю паводок в буквальном смысле изменил рельеф. Ливневые потоки размыли русло ручьев и речушек. Все размыло, то есть почву, ручьи. И скорее всего это все будет на поверхности, нам будет намного легче найти. Найти, а точнее намыть золото, рассказывают друзья, дело в общем-то не хитрое. Про местных жителей так и говорят. По золоту ходят. Способ добычи старый, известный еще с дедовских времен. Коврик и заперная лопата. А дальше только терпение и везение. Но в отличие от знаменитого клондайка, где добычей золота и сегодня может заниматься кто угодно, в России такие вольные старатели, как Петр и Максим, вне закона. Искать драгоценный металл без лицензии в нашей стране запрещено. Поиск блестящих самородков светит не только крупным штрафом, но и тюремным сроком. Все золотые добытчики карман на небесную ждут большой воды. Потому что вода заново перемоет все породы и на каких-то участках вынесет вот это золото. Найти золото – это только пол задачи. Песок надо еще где-то продать. В ломбарде, например, точно не примут. Ущерба таких старателей, говорят полицейские, без сомнения есть. Но их интересуют все-таки крупные охотники за золотом. Там, где вес незаконно добытого драгметалла идет на килограмм. Вон, дым. Пошли-ка спустимся. Чутье оперативника не подвело. Судя по тлеющим углям, еще полчаса назад здесь были нелегальные золотоискатели. Лагерь, судя по всему, они покидали наспех. Вот чай недопитый. Бросили все – бензопилу, саперку и, пожалуй, самое ценное – снаряжение для золота добычи. Мы находимся на месте предположительной добычи драгоценного металла. Видать, у них здесь был табор, как это они сами себя называют – таборятся. Вот лоток, вот промывочный коврик у них здесь. Скорее всего, либо им сообщили кто-то, потому что связь налажена. Пользуются спутниковыми телефонами. Может быть, на подъезде нас кто-то и увидел, просек. Сами себя они называют термитами или хищниками, потому что расхищают золотые запасы страны. Полицейские не исключают, что этот лагерь – всего лишь верхушка айсберга. Скорее всего, они спугнули так называемых разведчиков из большой бригады. Такие нарушители моют золото глубоко в тайге, а здесь – из калиновой жилы. Самый простой способ обнаружить в тайге золотодобытчиков – это внимательно присмотреться к ручью, если вода в горной речке не кристальная, чистая, а вот такая мутная, значит, скорее всего, где-то выше по течению моют золото. А эти съемки сделаны на самом севере области. Здесь больше всего приисков. К лагерю нелегальных золотодобытчиков полицейские смогли добраться только на грузовике. Золото здесь мыли по-крупному. Гостей точно никто не ждал. Единственную дорогу размыло дождями. Вместо палаток – деревянная постройка. Вот генератор, электричество свое. Значит, добывать драгметалл здесь планировали долго. Кровати, плита для готовки. Чтобы прожить в тайге несколько месяцев, этого больше, чем достаточно. Есть все. Даже телевизор. Что делаете? Моете. Моете что? Золото. Золото моете. Отлично. Золото мыли пять человек. За день на дне промывочного лотка оседали граммов 50. Если переводить на деньги – почти 100 тысяч рублей. После большой воды, которая расширила берега Таежной речки, прибыль увеличилась почти вдвое. Рыжая вот эта? Да. Это золото? Да. Вот оно, да? Да. За сезон, говорят оперативники, хозяин такого лагеря вполне мог стать миллионером. У Максима и Петра планы, конечно, не такие грандиозные. Блестящие песчинки они осторожно складывают в платок и возвращаются к палатке. Темнеет, а надо еще поесть приготовить. На ужин – макароны с тушенкой. И снова разговоры о золоте. Хочется, конечно, осуществить свою мечту. Съездить в комендальную страну, студент не может себе это позволить. Прокатиться по меру. Но планы студентов может нарушить погода. За мечтаниями они и не заметили, как пошел дождь. Если к утру он не прекратится, придется срочно возвращаться в город. Ливень затопит дороги очень быстро. И тогда выбраться из тайги будет практически невозможно. Роман Игонин, Дмитрий Смирнов, Андрей Комаров, Алла Мисокян. НТВ. Амурская область. Продолжение следует...